4 июля ПетрГУ посетили представителей Новогородского университета имени Ярослава Мудрого. Делегация из НовГУ во главе с ректором Юрием Сергеевичем Боровиковым приехала в Петрозаводск, чтобы познакомиться с опытом нашего университета и его лучшими практиками. Ректор ПетрГУ Анатолий Викторович Воронин провел для гостей экскурсии по молодежному инопарку, точке кипения и инновационно-технологическому парку. Также он рассказал им о новейших разработках, стратегических партнерах и о главных проектах программы развития опорного университета. В ходе встречи выяснилось, что у наших вузов много общего. Например, активное участие в программах развития деятельности студенческих объединений, развития медицинского и IT-направлений и многое другое. А это значит, что в скором будущем гости из Великого Новгорода станут нашими партнерами и добрыми друзьями. С 4 по 6 июля в гостях у нашего вуза были представители Фудзянского университета сельского и лесного хозяйства. Этот визит состоялся в рамках реализации программы развития опорного университета и договора о попротивских связях между Республикой Карелия и провинцией Китая Фудзянь. Здесь гостей ждали официальные встречи, многочисленные презентации и экскурсии. В первую очередь делегация посетила Институт высоких биомедицинских технологий Петергу, где наши ведущие ученые рассказывали о проверенных методиках и новейших технологиях. После состоялась встреча представителей двух вузов, где за чашкой карельского чая обсуждались планы сотрудничества. Пока партнеры только намечают программы взаимодействия, но уже сейчас найдены общие интересы – коммерческие проекты, развитие рыбоводства, а также обмен студентами, преподавателями и сотрудниками. Итогом встречи стало подписание меморандума о понимании между вузами. С этим торжественным событием обоих ректоров поздравил глава Карелии Артур Олегович Парфенчиков. 5 июля в Петергу состоялся первый экономический форум «Диалог бизнеса и власти». Он прошел в формате пленарного заседания и круглых столов, на которых обсуждались вопросы инвестиционной политики, современного налогового законодательства, рынка труда и мер поддержки предпринимательства в регионе. Только на пленарном заседании собралось порядка 400 человек – руководители региональных и муниципальных органов власти, представители федеральных ведомств, предприниматели и эксперты. Впрочем, этот форум – только начало переговоров между бизнесом и властью. Им еще предстоит найти общий язык. Ведь только через живой диалог взаимодействие выйдет на совершенно новый уровень. 16 июля Петергу и Министерство культуры Республики Карелия подписали договор о сотрудничестве в рамках реализации программы развития опорного вуза. В культурной сфере университет всегда уделял большое внимание. Ежегодно мы проводим сотни мероприятий и проектов. У нас есть несколько музеев и десятки творческих коллективов. А такие, как академический хор и ансамбль народной музыки Тойвы, давно являются визитной карточкой всей Карелии. Став опорным вузом, Петергу начал активное сотрудничество с сельскими домами культуры и библиотеками. Открыл кафедру ЮНСК по изучению и сохранению деревянной архитектуры. Однако, после подписания договора с Минкультом, вся эта деятельность приобретает системный характер. Разумеется, к ней будут привлечены и студенты, что обеспечит преемственность поколений. А идеи молодежи обещают сделать жизнь республики более насыщенной и яркой. 20 июля состоялось очередное подписание договора о сотрудничестве. На этот раз с администрацией Кемского района. По традиции, перед заключением соглашения наш ректор рассказал гостям о программе развития опорного университета, направлениях и стратегических проектах в рамках ее реализации, а также о разветвленной структуре вуза. Глава администрации Кемского района Юрий Разумейчак не только выразил общее желание сотрудничать, но и предложил заключить еще и договор о взаимодействии с Советом муниципальных образований республики, председателем которого он является. Основные задачи Совета – организация межмуниципального сотрудничества, совместное решение вопросов местного значения, защита экономических и иных общих интересов. В общем, Кемский район обещает активно проявлять себя в качестве одной из опорных площадок сети МРЦ.